Фантасмагория считается первым в истории анимационным фильмом. Он был снят в 1908 году и стал одним из самых ранних примеров ручной анимации. Но знаете ли вы, что древние люди развлекали детей мультфильмами около 2 миллионов 600 тысяч лет назад? Новое исследование показывает, что именно древние люди впервые сделали изображения анимированными. Как? Они вырезали изображения животных на камнях и размещали их вокруг костров. Из-за игры света эти древние животные дрожали и шевелились. Доисторические рисунки оживали в мерцающем свете костра, а животные прыгали туда-сюда, словно у них вечеринка. Представьте себе, как весело было доисторическим семьям сидеть у костра и вырезать эти рисунки. Оказывается, даже некоторые древние настенные рисунки и резьба, найденные в пещерах, были вдохновлены их видом в движущемся свете и тенях пламени. Резьба оживала при попадании на нее света от костра. И теперь исследователи сняли фильм, демонстрирующий этот классный эффект на 3D-модели вырезок с лошадьми. В исследовании говорится, что наш мозг устроен так, чтобы видеть движущиеся предметы при меняющемся освещении, и наши предки пользовались этим эффектом. Возможно, пещерные люди говорили, эй, давайте высечем на камне что-нибудь прикольное, и когда мы зажжем огонь, будет казаться, что оно движется. А теперь ученые сказали, потрясающе, давайте снимем фильм, чтобы показать это всем. Энди Нидем и его коллеги использовали современные технологии сканирования и виртуальной реальности для изучения 50-плоских резных панелей, называемых плакетами и сделанных из известняка. Эти камни были найдены на юге Франции в XIX веке и сейчас находятся в музее в Лондоне. Они покрыты семью-десятью семью реалистичными изображениями всевозможных животных, таких как лошади, северные олени и серны. По всей видимости, люди, у которых было много свободного времени, поработали над этими камнями от 12 до 16 тысяч лет назад. Нидем понял, что многие из этих резных камней пострадали от огня. Одни покрылись белым пеплом, другие высохли или потрескались от жары. При ближайшем рассмотрении он обнаружил розовые полосы обесцвечивания, вызванные отложениями железа в камне. Что еще более интересно, так это то, что вырезки животных часто накладывались друг на друга, иногда даже сливались вместе или подгонялись друг к другу, как некий пазл. Вместо того, чтобы выбрасывать старые плакеты и начинать заново, древние художники использовали части уже вырезанных животных для создания новых гибридов. Например, на одном из камней изображена лошадь и дикое рогатое животное. В этом шедевре доисторического искусства живот и шея лошади становятся спиной и шеей второго животного, а голова лошади формирует его ухо. Какой креативный способ повторного использования? Исследователи считают, что доисторические камни из Монтастрюка использовались нашими предками для совместных развлечений. Животных вырезал не один человек. В процессе участвовали люди с разным уровнем мастерства. Это была групповая работа. Тот факт, что камни были найдены вместе, подтверждает, что это была общинная деятельность. Семьи будто бы собирались у телевизора, вырезали камни и болели за своих любимых вырезанных животных. Кому нужен Нетфликс, когда есть телевизор эпохи Палеолита? Гравировка на камнях и признаки того, что они подвергались нагреванию, позволяют предположить, что они были созданы ради движущихся изображений. Иногда вы видите разных животных в разных позах, и тогда оживает одно, потом другое, потом третье. Это похоже на мультфильмы Диснея в версии Каменного века. Подобная техника могла повлиять на древние наскальные рисунки, например, в знаменитом гроте Шаве на юго-востоке Франции. Изображения животных там также наложены друг на друга, а некоторые выглядят так, будто под ними горел огонь. Все это подтверждает, что наши доисторические предки могли быть первыми аниматорами в мире. Итак, раз уж мы заговорили о том, как раньше развлекались дети, давайте совершим путешествие в прошлое, чтобы узнать о самых древних игрушках в мире. Одной из наиболее древних обнаруженных игрушек был простой мяч, сделанный из глины и найденный в руинах древней Месопотамии. Игрушка может показаться примитивной, но учтите, что люди играли с ней за 3000 лет до начала нашей эры. Тогда у них не было ни видеоигр, ни сложных настольных игр, поэтому мяч их вполне устраивал. Развлекались не только месопотамцы. В Древней Греции дети играли с куклами из глины. В Египте у детей были игрушки в форме животных, а также куклы из глины, папируса и слоновой кости. Но самое впечатляющее в этих куклах – у них были подвижные конечности. Это правда. Наши предки играли с шарнирными куклами еще до того, как это стало модно. Но забавами все не ограничивалось. В те времена игрушки имели и практическое назначение. Многие игрушки, обнаруженные археологами, использовались для обучения детей важным навыкам. Например, египетские дети играли с куклами-врачами, что помогало им изучать медицину и вопросы здоровья. Не будем забывать и об игрушках, которые использовались для обучения будущих воинов. В Древнем Китае дети играли с игрушечными лошадьми и колесницами, что помогало им подготовиться к боевой жизни. Вот такое начало карьеры! Перейдем к примитивным настольным играм, которые существуют больше пяти тысяч лет. Самая древняя настольная игра называется Сенет и была обнаружена в древнеегипетских гробницах. Это нечто среднее между шахматами и нардами, и она была настолько популярна, что в нее играли больше двух тысяч лет. Не забудем и об игрушках для самых маленьких. Археологи нашли древние погремушки и свистульки, которые использовались для развлечения малышей. И если вы думаете, что у вашего ребенка многовато игрушек, вам стоит услышать о древнеегипетской принцессе, у которой в покоях было более ста деревянных игрушек. Возможно, самой удивительной игрушкой из всех была йо-йо. Это правда. Йо-йо существует уже более двух тысяч лет. Эту штуку придумали в Древней Греции и часто использовали в бою, хотите верьте, хотите нет. Но со временем люди поняли, что гораздо интереснее просто играть с ней и показывать фокусы. Шарики или мармблы – это игрушка, которая развлекает детей и некоторых взрослых уже тысячи лет. Археологи нашли свидетельство того, что шарики для игры появились около пяти тысяч лет назад в цивилизации долины Инда. В те времена их делали из самых разных материалов. У вас есть догадки? В основном это были фруктовые косточки и сглаженные кусочки камня, идеально подходящие для детских игр. А некоторые умельцы даже делали шарики из глины. Вернемся к древним египтянам и их восхитительным миниатюрным лодкам, сделанным из слоновой кости, дерева и глины. Эти миниатюры можно считать игрушками, но они также должны были символизировать переход на другую сторону. Подобные предметы были и у детей викингов. Деревянная игрушечная лодка, возраст которой превышает тысячу лет, была найдена на ферме у побережья Норвегии. Игрушка выглядела как настоящая лодка, и это была мечта любого ребенка, подобно современной гоночной машинке или роботу. Можно представить, как малыши в те времена демонстрировали свои игрушечные лодки друзьям. Со многими из этих игрушек и сегодня весело играть. Мы не успели обсудить некоторые игрушки, например, солдатиков или волчки. Вам бы хотелось узнать больше о старинных игрушках или раннем кинематографе?